здравствуйте друзья 27 декабря 2015 года вы видите воскресный день санта-круз на улицах никого нет вообще довольно холодно я бы я бы сказал что вот так даже градусов 5 тепла сейчас да ты что да ты что а в машине теплее машине теплее да ну вот не видно никого допустим без рубашки там сейчас очень интересное время потому что самый главный праздник уже прошел да а новый год еще не наступил да и вот это время между крисмасом и новым годом это когда всюду должны идти распродажа потому что магазин хотят избавиться от товара который не ушел на крисмас и дальше у него шансов уйти очень мало тут тонкость том что когда начинается этот праздничный сезон вот этот holiday season они закупаются чтобы было чем торговать и дальше они смотрят вот у них есть свои признаки по которым они рассуждают но у них есть рассуждение такое что если вот сейчас не избавиться то дальше получится что некуда будет новый товар привозить и в общем затоваривание произойдет поэтому надо избавиться вот уже там с любыми дискаунты поэтому да мы сейчас решили поехать в шопинг-молл монтерей и там мы надеемся что там может быть какая-то интересная распродажа друзья не подумайте что у нас чего-то не хватает в гардеробе это просто это просто фан такой мы подумали поедем в магазин может быть там красивое новогоднее оформление мы вам покажем я думаю что уже все кончилось новогоднее ты думаешь они здесь вывешивать вот у нас в офисе например стоит замечательная красивая елка надо вот это то учреждение но уже 26 декабря нету у нас в офисе а ты вешал то что в холле они убирают сразу убирают моментально да ну уже праздник весь кончился то что новый год нет чтобы еще месячишку подержать продам и ческала ну хотя бы до нового года уже доски новый год но у них не ассоциируется именно вот эта елка новогодняя с новым годом она ассоциируется с крисмасом а крисмас прошел и все да и надо сказать что за те 25 лет что мы здесь живем надо сказать что новый год как праздник для отмечания он в целом как-то легитимизируется вот какие-то вещи вообще меняются например вот сокер то есть обычный футбол вот когда как мы понимаем футбол здесь был в загоне в чудовищном то есть он где-то там во дворах там ребята бегали там мексиканцы где вот сейчас девочки да сейчас девочки во всю сейчас во всех школах есть сокер там и так далее вот и то же самое кефира нигде не было вдруг появился кефир там наши ребята понимаешь в чикаго наводили производство сейчас кефир всюду стоит то есть в этом смысле очень радостно конечно знаешь что кефир нет нет что иммиграция у нас она уже за 25 лет как-то набрала силы и становится как бы неотъемлемой частью жизни уже самами цветы google наш наполовину да я значит просто к чему рассказывают оба если подумать оба об одесских корняк основателя фейсбука то есть понимаешь там куда же без этого но вопрос в чем что новый год легитимизируется и вот это вот опускание шара да там в нью-йорке всегда было это всегда было но она не привлекала столько народа но как-то так было знаешь между делом я так скажу здесь новый год конечно отмечают но вот и наверное в россии сейчас тоже двигается что-то в эту сторону всегда считалось что новый год это семейный праздник и всегда его встречали дома целом ну а когда и так далее а здесь вот именно в силу того что здесь есть крисмас когда который действительно все встречают семейный и в нашей ментальности салатом оливье да то но на новый год вот именно считается что нужно куда-то пойти есть очень много официальных мероприятий где новый год празднуется на выезде да на выезде формально все пьют шампанское все кричат ура вот и это совсем другое чем крисмас я хочу кстати сказать вот об отмечании нового года раз у нас такая тема праздничная что вот то что мы ездили на круиз вот на этот на круиз на круиз и это было очень дешево все потому что там от 600 долларов буквально были билеты за каюту где там два человека мне и так далее вот какие-то смешные цены такое ощущение что себе в убыток люди продавали это только в декабре то есть вот допустим уже уже через месяц это все будет стоить там и в три в четыре раза дороже но есть в частности круизы которые уходят прямо вот на рождество на новый год то есть вы можете поехать вот так оставить все свои дела и поехать с кормежкой с развлекухой со всеми делами и вот и вас там будут значит у нас есть знакомых у нас есть знакомых то есть на самом деле расслабух потрясно вот стоит копейки то есть казалось бы самое время не сомневайтесь нет нет потому что все таки именно вот крисмас я думаю да а новый год не думаю что он стоит копейки потому что новый год именно вот это как бы на выезде нормально ну ну хорошо есть круиз там поскольку они раз неделю идут то есть круиз на которая захватывает неделю крисмаса если следующий который захватывает там с новым годом но во всяком случае я к чему говорю что можно например так встречать новый год если желание и да и большой компании не надо ничего готовить тут тебе пожалуйста праздничный ужин с разносолами в любом количестве если много народа то это может быть очень весело и вредно для здоровья но друзья то что вы едете дома тоже может быть не полезно вот так что и но на круизе так не запьешься зато там дринки за денежки идут ну хорошо значит мы сейчас поедем на такую шоппинг-плазу просто так вы потолкаться потусоваться посмотреть что вокруг бывает пути она еще останется украшенный шоппинг-плазу дольше держит украшение и надо сказать что когда проходит некоторое время вот жизни в эмиграции но некоторые я не знаю там у кого сколько но наступает момент когда вот так заходишь магазин увидишь там чего-то вот у меня так постоянно не знаю как у света но вот видишь что ты думаешь сейчас сейчас уже рука тянется там куда-то да а ты думаешь а куда же вешать то вешать ты куда думаешь ты а вешать некуда и вот это вот ощущение что вешать некуда останавливает и мы так и не покупаешь вот и так далее в общем и выкинуть против жалко я знаю людей которые безжалостно выкидывают то есть они вот там раз год или там с какой-то чистотой идут и все что там он видит он там год не одевал он просто выкинул он не выкинул он стал куда-нибудь черити или есть такие коробки я как-то показывал на улице прям стоят такие большие железные ящики вот подошел бросил туда обувь и одежду принимают вот ну так чтоб не пропал а можно прийти в такие места где справочку тебе дадут что ты сдал и ты потом с налога спишешь там любую сумму ставишь которую хочешь ну то есть по совести так сказать вот и можешь потом списать потому что действительно страшная проблема люди затовариваются вещи в целом качественное выдерживают довольно много стирок первая бывает вообще ни разу не одела она валяется где-то в шкафу про нее давным-давно забыл тоже бывает а тут уже смотришь и думаешь нет раз она не пошла уже за столько лет уже не пойдет тоже сдаешь ее куда-то а люди приходят в магазин и мы сами когда приехали тоже ходили в эти магазины и там висели какая-то одежда прям с бирками по доллару вообще никто никогда не не одевал да да такие благотворительные магазины как они называются гудвилл да вот и там думаешь как же так новая не одеванная да но они на самом деле когда магазин туда сдает магазин или там какой-то организация какая-то сдает она списывает с того что получается вот допустим ты пошла и купила что-то за доллар а у него номинальная цена там по ярлыкам допустим 15 долларов вот он эти 15 долларов я знаю что вспомнил я вспомнил что когда мы только приехали мы вот ну только приехали буквально там два дня мы тут были и вдруг какие-то люди приходят к нам домой причем им кто-то сказал что приехали новички мы их не знаем они нас не знают вообще никаких связей какие-то люди узнали что приехали новички и есть такие громадные черные мешки для мусора громадные туда может речек посадить вот они таких мешков я не помню три четыре пять сколько они этих мешков на мышах туда в квартиру и убежали но они убежали а мы со света думаем надо же вещи какие-то стали их рассматривать там прикидывать на себя а они маленькие в основном были да то есть мы там это габаритные ребят и так смотрим ну так что то может быть оставили пару-тройку там каких-то предметов а три мешкали там четыре или пять я уже не помню но здоровенные мешки куда-то их надо деть и мы думаем ну куда деть вот столько одежды это тоже да как будто мы живым людям каким-то отдавали правда но в какой-то момент это уже стало так сильно надоедать то что осталось и у нас тогда машина появилась я погрузился в автомобиль и привез в местную джуйку джуйка это такое сленговое сокращение от jewish family and children services такая еврейская организация которая нас принимала вообще межконфессионально она не не сугубо еврейского тем не менее в общем мы туда отвезли и когда я то не знал и когда я вещи так сбросил мне девочка там секретарша говорит пожалуйста заполните вот этот бланк я думаю наверно без заполнения бланка не принимают ну что такое там такая мысль у меня было ну хорошо я заполнил там этот бланк после чего нам стали приходить все время какие-то письма иногда талантливо написанные письма восторг вызывавшие которые значит и говорили что нужно скинуться и помочь тем кто еще не выехал из ссср значит выехать оттуда потому что им там очень плохо вот так что мы на самом деле заполнив эту бумажечку оказались в списке тех кто делает донейшнс и нам уже как донорам дальше говорили ребята давайте еще вот такая была интересная история так что надо вовремя вовремя увернуться друзья от мешка с подарками чтобы потом не ходить и не думать куда его девать вот такие у нас новогодние истории с подарками да значит история была такая мы только приехали это был наш мир мы приехали перед новым годом но тогда нам еще не успели ничего подарить а на следующий новый год на следующий новый год мы тогда только-только начали работать вот буквально ну там еще очень мало зарабатывали и как-то так мы числились бедными официально или может быть мы раньше числились бедными но как-то до нового года нас не успели убрать из бедных я не могу сказать этого но я могу сказать что нам пришло письмо из social service какого-то и они говорят что вы как бедные значит вам положены подарки на новый год напишите что вы хотите да 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 все напишет напишите что вы хотите точно как дед мороза мы так знаешь мы сели прикинули стали писать что мы хотим но на самом деле подарки были там стояла такая гора этих подарков подарки были донейшнс от предприятий крупных которые перед новым годом что-то скидывали и там стояли волонтеры волонтеры укладывали все эти подарки из больших из нескольких больших куч укладывали по большим таким коробкам картонным серьезным и ремонт несколько было коробок несколько несколько коробок было больших и у меня автомобиль был такой хэтчбэк знаете на вот сзади дверка поднимается вот ну то есть там было куда запихнуть и в общем я поехал к этому социальному сервису не помню уже как там припарковался помню это было самое злачное место это страшное место это страшное место там было страшно и с машинами а я в это время я преподавал друзья я преподавал тогда в корейском центре и еще в 1 и в китайской одной организации и вот между уроками в одной конторе и в другой значит я туда поехал и оставил свету там до посторожить в жутком месте в жутком месте но в общем я закрыла все дела но дальше мы приехали домой и эти коробки стали разбирать надо сказать что они были красивые я вот как сейчас помню что они были красивые ну и как всякие подарки американские были совершенно бесполезны у нас до сих пор например хранится вот там что было и то что я запомнила за столько лет там была такая бутылочка пластмассовая а на нее одевалась сверху крышечка со щеточкой и предполагалось что туда можно налить какой-то соус например да если ты делаешь барбекю переборачиваешь ее вниз и этой щеточкой размазываешь бутылочка конечно за столько лет не сохранилась ага крышечка за щеточка я до сих пор ею пользуюсь подождаем а то есть ее на какие-то другие бутылочки одеваю то есть ее используешь просто как щуточку они как щуточку проводящую кетчуп из большой бутылочки я просто почему она у меня осталась и я помню что была такая бутылка ты мне покажи я ее выкину и куплю тебе новую щетку за выкидывать то зачем ну жалко может купить она ну да я посмотрел и на даже еще более прикольная щетка я думала у него вообще никакой нету да вот это самое ну это вот так вот она у нас прижилась и при нужде больше из самых из самых древних предметов привезенных еще из отечества у нас есть чеснока выжималка чеснока отжималка такая с дырочками так и у нас есть картофелемялка советская да ты что даже подойти а мясорубки нету мясорубку мы выкинули у нас есть и не звук твари знают что самые мои любимые ложки большие да знаешь которые нужно в кастрюлях мешать да там был набор из трех предметов там была советский да там была большая ложка поэтому большая ложка с дырками да еще вот такая большая вилка и вот это я храню потому что она такое удобно и то есть вот нельзя пойти купить и не менее удобный эквивалент всего навалом но просто вот эти мало весят мало места занимает они легкие как бы удобны а те немножко может быть более толстая ручка у них то есть вот так друзья иной раз знаете остается парень и самое смешное знаешь вот допустим там и первое поколение которого ехал подрастут наши внучки а может быть у них дети поезда вот будет лежать там такая вот ложка ой ты еще привезли как они и выкинут сто раз для них никакой ценности сейчас мы смотрим на какие-то старые такие предметы знаешь таким разделением это на выставки дома то ничего нету почему но вот я теперь дом у нас есть предметы а у нас есть еще открывалка для консервный банк такая дороги с деревянной ручкой этом это нам привезли сюда мы забыли мы забыли ее взять москве оставили и была очень смешная история и потом нам несколько раз люди подвозили у нас их несколько мы приехали же у нас была задержка в нью-йорке на 10 дней да и мы думали что мы ее взяли с собой что она должна была быть где-то в чемоданах и пошли в магазин вдруг увидели что там продается это кукуруза в баночках да в россии это был предмет вожделения в советском союзе в то время ее не было никогда и для нас у нас просто руки зачесались мы купили а тем более они были на сцене 3 на доллар да и мы купили на доллар вот эти три банки а потом поняли и за доллар 70 купили открывалку да у нас нечем открытия и мы вынуждены были купить какую-то открывалку который сломался ровно через два дня ну открывалка была какая-то с этим дурацкой из такого металла который больше картон напоминал она была самая дешевая если ты покупаешь подороже она более приличного качества то получилось что мы за доллар купили три банки что у нас еще с новым годом связано еще друзья у нас новым годом связана одна история я сейчас вам расскажу это мы уже жили в наших местах уже мы уехали из сан-франциско уже жили в кремниевой долине уже мы работали тестерами оба уже школа у нас была на этом может быть 95 год вот такого плана но мы уже были тогда очень известными в русской этой комьюнити и за школы в частности и вот однажды мне звонит какой-то человек из газеты газета называется пала-алта выки и говорит что вас рекомендовали из пала-алтовской джуйки как типичного представителя значит русской комьюнити и мы хотим вот сделать сюжет как в разных странах люди празднуют крисмас и значит вот приходите значит они что-то нас опросили мы им рассказывали что-то а потом говорят надо фотографию сделать и света так перед причем причем это был секс-гивинг а с индюшкой все друзья тогда все равно расскажу значит да расскажу это был сенс-гивинг я все перебуду и вот значит как празднуют сенс-гивинг в разных местах ну и значит а статья потом в итоге оказалось что там несколько человек там один был кореец который собак там кушал значит нас про нас написали что мы нормальную индюшку никогда не ели а только консервы в советском союзе в общем чайка на как празднику накапливали в общем короче они очень очень специфично поняли и подали то что мы значит рассказали а ну кстати есть если вы если вы там где-нибудь поищите погуглите на это дело вот вы найдете материал ну и значит что еще и и дали мне держать индюшку в магазине они там лежат в таком открытом но морозильном таком устройстве и это индюшка была но не собрать я даже не знаю наверное килограмм 10-12 не было она была громадная боже как половина моего тулыща твердая как камень холодная как я не знаю что и он значит этот фотограф он ходит вокруг меня зачем говорит обе я снимаю снимают на пленку все еще был год год там 94 5 это снимает так снимает так а я уже не могу ее держать потому что у меня руки промерзли у меня же пальцы стали как это индюшка пока я держал вот и когда уже все это вышло в газете я посмотрел на свою эту физиономию страдальческую на почве и значит обморожение и едение консервов на всех праздниках конечно глядя на глядя на мое лицо вы бы поверили что я всю жизнь только ел что консервы потому что индюшки не было в общем что вам сказать раз уж мы просто так ни о чем разговаривать да я вот хочу задать вопрос аудитория так что мы тут вдруг столкнулись с разными способами ведения разговоров вот с нашей аудиторией и для себя недавно открыли такой вид услуг который называется перископ это не услуг это софтвер ну и вот стали думать а нужен нам этот перископ или не нужен нам перископ это и мы можем задать нашей аудитории вопрос что а как они считают я переформулирует вопрос немножко дело в том что когда мы только начинали наш канал вот в том виде как он сейчас существует я периодически собирал народ на вебинары сбор народного бинары имел хлопотный характер то есть я создал специальный аккаунт в скайпе значит они должны были ко мне обратиться в скайпе я должен был включить их в этот аккаунт подсоединить это довольно хлопотно там собиралось и по 200 и по 300 человек значит дальше я должен был в этот аккаунт сбросить ссылку на вебинар который мы делали туда ну там же где сейчас делаем в год вебинар софтвер и вот значит целое хозяйство было потом значит вот по им я перестал делать вебинары потому что получалось что их там много вопросов понимаешь и мне гораздо правильнее было бы раздела там 10 видео маленьких чем один двухчасовой вебинар который посмотреть не может поэтому как-то вся эта идея вот она так ушла но действительно есть какие-то вещи сиюминутно обсуждаемые поэтому перископ на самом деле похоже что может заменить вот те вебинары которые мы делали с помощью вебинарного софтвера может заменить эти вебинары то есть мы можем назначить время подожди ну вот есть там люди ну там час мы говорим вот и сейчас времени и больше того меня вот теперь есть вопросы на которые я уже несколько месяцев не могу написать какого-то ответа под у продажу видео написать ну просто потому что душа не лежит а тут значит чего же вот мы выходим всегда есть тема всегда есть вот то что это самое нам посетили раньше и под каждый конкретный вебинар мы можем собирать вопросы в комментариях видео что было о чем поговорить у нас может быть тема заранее заявлено насколько я поняла что этот перископ и смысл его в том что ты отвечаешь как бы на те вопросы которые тебе там прям оперативно оперативно ну с чего-то начать надо да вот ты начинаешь того что вот там радиослушатель ливанов из уфы спрашивает что такое апассиона ты и говоришь не выпиандрять и ставящего но в это время остальные тебе задают вопрос вот мало того там по теме значит мало того там налетают люди слева и справа которые вообще не в курсе вот они свой перископ значит там из водички выпустили и смотрят что есть какой-то миша портом и начинают задавать вопросы типа а вы кто вообще о чем тут речь какая-то дежурного посадить который бы там какой-то копий поезд его туда бы скидывал вот о чем о чем разговор но я не не в том смысле заинтересован в каком мы там каких-то странных людей подгребем вот а в том смысле что у нас есть своя аудитория слава богу вот сегодня с утра было 87 тысяч подписчиков поэтому вот для них может быть им интересно будет поэтому потому что есть всегда текущие вопросы животрепещущие вот так что ребята кто до этого места дослушал потому что на самом деле многие если тоже уже не узнают что мы спросили спать ну и не то что спать но надо было дослушать до этого места в нашем видео послушай если ты назовешь это как бы трёх ни о чем я буду слушать как ни странно вот этот трёх ни о чем всем нравится посмотрите это какое сельскохозяйственное благолепие я не могу камера смотрит вперед я не могу но здесь вокруг очень красиво тоже едем и едем это район сельскохозяйств вот справа если вот я так немножко поверну если вы увидите сейчас будет видно все поля это типа у нас как озимая они покрыты сверху они пленки покрыты видим это клубники и через нее он прорастает на следующий год росточки да я полагаю что это клубничка растет вообще монтерей каунте вот где мы сейчас едем это как раз процентов там не знаю 50 60 все американской клубники здесь растет и с левой стороны примерно то же самое такое ощущение как будто водой залили а это пленочка все вообще это конечно мудро очень потому что ягодки которые потом созревают на грязном мокрые грязные они лежат все-таки на пленочке да гораздо раздевает и гораздо чище я вообще хочу сказать возвращаясь к праздникам что америка любит все праздники в государственных и общественных организациях празднуют абсолютно все вот я помню все вот эти джуйки там джуешь вакеич ну то есть казалось бы еврейские организации должны были бы праздновать еврейские праздники они праздновали все у меня такое ощущение что и рамадан тоже там у них то есть абсолютно любой праздник который в стране при китайские праздники все праздновали буддийский комментарий написал что наше празднование крисмас это типа конкашерный крисмах ну понимаешь какая история то есть если отвлечься от того что людей разъединяет а и религия и политика и праздники и все такое очень долгое время использовалась вот буквально до последних дней использовалась для того чтобы показать людям что они разные и что они друг друга должны ненавидеть а поскольку сейчас мир такой весь но не весь но во всем что где мы живем сейчас он такой очень толерантный то сейчас все праздники это нормально гуляем чего а я хочу лучше сказать что мы когда приехали но для нас крисмас как бы не праздник вовсе никакой и мы честно ждали нового года и получается такая история что крисмаса вся страна готовится все красиво все доиграет новогодняя музыка ну крисмас музыка вот а и настроение приподнятое и мы этот праздник не праздновали пропустили его потому что это не наш праздник а ждали нового года на новый год уже все елок нету праздника нету джинклбелл не играет нигде и как-то с годами мы поняли что почему не имеет место одного праздника сразу два это тоже довольно прикольно получается потому что подарки все друг другу сдают на крисмас но и получается что что внучки тоже хотят получать их на Крисмас, как все другие дети, а не ждать Нового года непонятно какого. Поэтому мы не то, что празднуем Крисмас, как Крисмас, а мы просто считаем, что мы празднуем Новый год два раза. Один раз в Крисмас, и второй раз в Новый год. Я тебе скажу, если исторически посмотреть, например, вот такой еврейский праздник, как Ханука. Ханука – это единственный еврейский праздник, который не имеет корней в Ветхом Завете или в Талмуде. Это чисто историческое событие. Оно может быть немножко сказочного плана, но тем не менее. Это просто историческое какое-то действие. Хануку вытащили на свет и стали праздновать для того, чтобы еврейским детям дать какую-то альтернативу, когда другие дети празднуют Рождество. Понимаешь, поскольку евреи, живя в России, они жили среди христиан и мусульман. И, соответственно, вот эту Хануку стали праздновать, просто чтобы дети чувствовали, что у них тоже праздник есть. Тут свой праздник, у нас свой праздник. Хочется быть с народом. Хочется быть с народом. А сейчас все празднуют все подряд. Какие растения непонятные какие-то? Да, растения. Странные растения. Слева там. Ну, не поймешь, мы же люди не сельскохозяйственные. Может, кукуруза? Даже не знаю. Не знаю, но что-то странное растет. Ну, вот, поэтому праздники... Сельская капуста оказалась. Да. Вот, собственно, вот пишут сейчас, что и Христос-то не рождался в этот день. И, в общем-то, много веков назад, значит, так, законодательно установили, что 25 сентября праздновать Рождество. А потом так оно сместилось. Ну, в общем, не суть важна. Я думаю, что существенно не то, как исторически где-то что-то было, а существенно какой смысл люди вкладывают в это. И вот это и есть самое главное. Потому что событие само по себе не так важно, как его интерпретация и как тот урок, который мы в будущее из этого несем. Правда же? Конечно. Вот, и в сегодняшнее, в будущее. Если он добрый, если он, как сказать, помогает налаживать отношения с людьми, это одно. Если он ссорит людей, если он ведет к войнам, к смерти, к убийству, к ненависти, тогда это плохой праздник. Так что... А так все вопрос интерпретации. Ну, это покрасим, покрасим. Да. Хорошо. Вообще как бы жалко, что мы не можем показать. Ты знаешь, цветочки цветут. Вот что интересно, дожди прошли. И видеть, как зелено, друзья. Говорят, еще грибы есть. Грибы, да. Сейчас маслят много. Уже у нас мы разговаривали с несколькими людьми. Вот уже есть информация, что там много маслят. Люди там... Пришла зима, открывай ворота, собирая грибы. Да. Какие ворота-то? Ну, это грибов. А, окей. А то говорят, брань на вороту не виснет. Вот. Это не те ворота, ладно? Это не те, да. Ну, хорошо. Значит, кто грибы собирает, друзья, все за маслятами. А маслят руки чернее. Это если их чистить? А как их можно собирать? Да можно собрать, потом выкинуть. Нет? Нет? И тут есть хорошие маслятки. Они не червивые, такие маленькие, молоденькие. То есть можно его прибрать не червивые. И вполне они такие себе маслятки хорошие. Да. Мы едем по хайвею номер один. Он идет вдоль берега Тихого океана, почти по самому бережку. Местами он подходит прямо к воде. А так вот, как мы сейчас едем, тут, может быть, километр, может быть, меньше до воды. Вот у нас по правую руку, у нас там океан. А мы едем на юг. Вот вы видите, как выглядит новогодняя Калифорния. Ну, как она выглядит обычно. Вот она так, как она выглядит, святая. Да, новогодняя. Хорошо, ладно. Давайте мы пока с вами попрощаемся. До новых встреч, которые не заставят себя долго ждать. Счастливо, друзья.